В Уан-Удэ полиции разыскивается мужчина, который, находясь в магазине спортивных товаров, похитил кроссовки черного цвета. Вместо них злоумышленник положил в коробку свою старую обувь. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подразумевается мужчина европейской внешности. На вид 30-35 лет. Рост 180 см. Среднего телосложения. Был одет в куртку черно-синего цвета, бордовую футболку с рисунком, синие джинсы. При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении, просим сообщить в полицию. Движемся далее. В 115 микрорайоне Уан-Удэ произошло возгорание в многоэтажном доме. К приезду пожарных из квартиры на четвертом этаже шел дым. Огнеборцами в составе звена газодымозащитной службы из горящей квартиры была спасена женщина 73-го года рождения, получившая отравление продуктами горения. В течение четырех минут возгорание в помещении было ликвидировано. В результате возгорания в квартире поврежден диван и личные вещи. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании бытовых электроприборов. Перейдем к дорожной сводке. Не-не, вы же уедете, девушка, я вам не дам ключи. Мой дед, я хотела подкуриться. Какой подкуриваться? У вас радиатор весь вытек, там жидкости нет. ДТП на улице Кабанская. Девушка на автомобиле Дайхатсу, не соблюдая дистанцию перед регулируемым пешеходным переходом, въехала в заднюю часть Тойоты Камри. По словам аварийных комиссаров, виновница аварии была в алкогольном опьянении. Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Мост-бегущая лань, дорожно-транспортное происшествие. От грузовика отвалилось колесо, и это колесо совершило столкновение с тремя автомобилями. Сначала отвалившееся колесо влетело в Калдину, после отскочило точно в такой же автомобиль, только темного цвета и Тойоту ВИЦ. В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения. Сейчас такой перевал. И напоследок. На перевале Пыхта выпал первый снег. По словам очевидцев, дорога быстро превратилась в гололёд. К счастью, обошлось без пострадавших. Андрей Слепнёв, Мария Кравцова, Жаргал Церендашеев. Новости дня. Новости дня.